Уважаемые друзья, 28 ноября уже началась избирательная кампания по выборам президента России. Это не менее, а может быть и скорее всего, еще более важный этап в политической жизни страны. Как вы знаете, на прошлой неделе состоялись консультации ряда политических партий по поводу кандидатуры на выборах будущего президента. И инициаторам консультаций тоже выступила «Единая Россия». Отмечу, что в этом процессе приняли участие партии разной политической направленности. И очень важно, что был найден консенсус по единой кандидатуре. Этим кандидатом назван Дмитрий Анатольевич Медведев. Считаю, что этот выбор наиболее оптимален. Уверен, Дмитрий Анатольевич достойно справится с работой на высшем государственном посту. Говорю так не потому, что работаю с Дмитрием Анатольевичем Медведевым вместе более 17 лет. И не потому, что за эти годы у нас сложились действительно хорошие деловые и доверительные личные отношения. Дело не только в этом, а в том, что Дмитрий Анатольевич Медведев является человеком исключительно честным и порядочным. За последние годы, работая на разных, весьма ответственных участках, которые на первый взгляд казались абсолютно запущенными и неподъемными, А вы знаете, что именно он возглавляет и ведет работу по приоритетным национальным проектам и демографической программе. Дмитрий Анатольевич превратился из хорошего юриста и эксперта в отличного волевого администратора с государственным мышлением. Могу с полной ответственностью сказать, что его главными жизненными приоритетами являются интересы государства и его граждан. В руки такого человека не стыдно и не страшно передать основные рычаги управления страной судьбу России. Предлагаю съезду партии «Единая Россия» выдвинуть Дмитрию Анатольевичу Медведеву кандидатом в президенты страны. И в заключение считаю необходимым отметить следующее. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что возглавив список «Единой России» и убедив избирателей проголосовать за нашу партию, взял на себя большую ответственность. Люди оказали нам огромное доверие. И этим доверием нельзя пренебрегать, его нужно оправдывать. Все ждут от нас продолжения напряженной, созидательной работы по укреплению страны, повышению уровня, улучшению качества жизни граждан. А они, избиратели, граждане России, дали нам уникальную возможность создать в парламенте устойчивое конституционное большинство и сформировать на его базе дееспособное правительство, которому, конечно, еще предстоит наладить конструктивный диалог со всем парламентом, со всеми думскими фракциями. Да, в последние годы мы вместе многое сделали, многого добились. Но нужно признать и сказать честно, что нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем достижений. И сегодня нужно говорить не о прошлых заслугах, даже если нам есть чем гордиться в прошлом. Нужно говорить о том, что еще предстоит сделать. Нужно выполнить данные людям обещания, реализовать намеченные программы развития, оправдать доверие граждан России. И потому, как говорится, всем нам нужно просто засучить рукава и работать. Работать без всякого чванства и амбиций, с полной отдачей сил. Это относится к каждому из нас, в том числе, конечно, и ко мне. В связи с этим считаю необходимым сказать, что если люди наши, граждане России, окажут доверие Дмитрию Анатольевичу Медведеву и изберут его новым президентом Российской Федерации, то и я буду готов продолжить нашу общую работу в этом случае в качестве председателя правительства Российской Федерации. Без изменения властных полномочий между Институтом Президента и самим правительством. Уверен, что опираясь на поддержку народа России, мы можем многое сделать на пути движения страны к процветанию и укреплению стабильности. Большое спасибо.